В 2018 году Воскресенск впервые увидел вернисаж непохожих друг на друга елок. Сегодня к фестивалю «Чудные елки» готовятся целыми семьями, коллективами и учреждениями. Лауреаты третьей степени в номинации «Самая чудная елочка» среди индивидуальных участников и семей рассказали о своей работе. Нас вдохновили наши дети, а мы вдохновились от них. И создали вот такую прекрасную елочку. Наши дети танцуют в народном коллективе «Сувенир» под руководством Мариксаны Тышетской. Мы у нее спросили, она нам разрешила, и мы стали творить. Очень давно хотели поучаствовать, но мы очень долго собирались, группировались, и когда мы все это объединились, мы поняли, что нам это надо сделать. Фестиваль «Чудные елки» является одним из самых ярких, креативных и праздничных событий муниципалитета. Каждый участник тут находит занятия по душе и настроению. Посмотреть и стать частью события поспешили жители округа. Такая красота, такое изящество. Просто, я не знаю, даже выделить какую-то особую невозможно. Очень красиво. Организация прекрасная. Можно подойти к каждому экспонату и посмотреть, и оценить, и так далее. Воскресенские елочки встречали сегодня гостей и из других городов. Житель Коломны поделился своими впечатлениями. Мы здесь второй раз в прошлом году на этот фестиваль также ездили. Нам очень понравилось. Много креативных всяких елок чудесных. Очень все нравится. Очень все организации на высоте. В каждой арт-композиции можно узнать создателя. Воскресенские минеральные удобрения подошли основательно к выбору убранства красавицы. И даже устроили внутренний конкурс на идею для чудной елочки. Был создан конкурс. Дети выдвигали свои идеи. И одна из этих елок победила. Она тоже была сделана из мешков. Если вы посмотрите, игрушки висят, то есть всякие фрукты, овощи, то, что как раз удобряется нашим продуктом. Благодаря нашему предприятию как раз это все растет. Композиция «Елка химиков» стала лауреатом второй степени в номинации «Самая деловая елочка». Глава городского округа Артур Болотников отметил креатив и активность жителей округа. Я рад вас приветствовать на четвертом арт-фестивале «Чудные елки» или «Чудные елки», кому как больше нравится. Этот фестиваль у нас проходит с 2018 года и он очень популярен среди наших жителей. И сегодня мы как раз подводим итоги этого фестиваля. В преддверии самого замечательного праздника, который нас ожидает буквально через несколько дней, это Новый год, хочу пожелать всем исполнения желаний, счастья, добра, мира с праздником. Всего в этом году представлено более 40 арт-объектов в трех номинациях. «Самая чудная елочка», «Самая деловая» и «Самая креативная елочка». Жюри оценивали идею, эстетичность и качество композиции, оригинальность дизайна, применение нестандартных творческих решений и соответствие требованиям фестиваля. Все представленные новогодние инсталляции были очень разными. Вот елочка-кормушка с норкой для лисицы и черный, даже не квадрат, а куб, составляющий композицию «Начало». Дворец культуры «Юбилейный» представил елку-символ года и стал лауреатом третьей степени в номинации «Самая креативная елочка». Наша креативная елочка состоит из елочки. Мы ей сделали такую симпатичную мордашку, а самым главным символом являются ее ушки. И наша елочка называется «Ух ты, елочка». На протяжении всего праздника для гостей работали колоритные фотозоны, а также новогодние мастер-классы для всей семьи. У главной сцены собравшиеся стали зрителями «Раус» представления уличного театра «Уфо». Мы сегодня на самом деле просто поздравляли ребят, радовали родителей и очень-очень хотели принести всем отличное настроение. Очень надеюсь, что это получилось. По лицам и глазам некоторых детей это было очень-очень хорошо видно. До конца новогодних праздников каждый посетитель усадьбы Кривякина сможет полюбоваться чудными елочками и оставить яркие воспоминания и замечательные фото на память. Примечательно, что парк усадьбы Кривякина в течение года встретил более 1 миллиона 200 посетителей и вошел в топ-10 лучших парков в Подмосковье. Александра Тропникова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.